Я давно не помню, чтобы в американском обществе четыре странички произвели такой фурор. Все только об этом и говорят. И действительно, документ, безусловно, скандальный по своему характеру. И почему? Потому что, вот как сходится во мнении большинство ведущих политологов в США, или никогда не было такого, или уже многие десятилетия не было такого, чтобы, например, во-первых, Конгресс дал добро на публикацию и придание огласки секретного документа. Во-вторых, не было такого, чтобы глава Комитета по разведке Нижней Палаты, Дэвин Нунес, не согласился предоставить этот документ главе Комитета по разведке Верхней Палате Сената, сенатору Берру, чтобы он смог с этим ознакомиться. И также, или никогда, или очень давно не было такого, чтобы ФБР и Министерство юстиции публично и активно выступали против публикации такого документа. Что же за всем этим стоит? Давайте посмотрим. Во-первых, тема, сразу же вот в этом обращении Дэвида Нунеса в меморандуме обозначена тема, по-английски subject, злоупотребление со стороны ФБР и Министерства юстиции в отношении закона о наблюдении за внешней разведкой. Вот в данном случае я цитирую. Но тут же должен сделать предупреждение, что рано делать выводы, и те слова, которые сегодня произнесу о документе, ни в коем случае нельзя их принимать как данность, потому что он был рассекречен всего лишь полчаса назад, текст стал достоянием гласности. И, конечно же, над этим текстом, над его фактами должны работать целые группы специально обученных специалистов, юристов. Поэтому мы этого коснемся только в общих чертах сегодня. И какие же там есть пункты? Первое. Высказана обеспокоенность по поводу законности контактов ФБР и Министерства юстиции вот с этим самым секретным судом, который осуществляет деятельность в области наблюдения за внешней разведкой США. Второе. Выражается обеспокоенность по поводу опасного нарушения законного процесса, установленного для защиты американского народа от произвола. Это тоже цитата из документа. И вот далее в качестве примера приводится слежка за Картером Пейджем. Это был человек, который являлся добровольцем и советником в предвыборном штабе Трампа, в бытность того кандидата в президенты. Но, как указано в меморандуме, полной фактической базы для того, чтобы установить слежку за Картером Пейджем, представлено не было. И это тоже может быть истолковано как нарушение. Давайте послушаем, если есть возможность, что об этом сказал прямо перед публикацией документа сам президент Дональд Трамп. Я думаю, то, что происходит сейчас в стране, это позор. И когда вы видите это и другие вещи, которые происходят, многие люди должны испытывать стыд за то, что это происходит. Я послал этот документ в Конгресс, и теперь они сделают то, что посчитают необходимым. Документ был рассекречен. И посмотрим, что произойдет дальше. Ну, сразу же напомню, что немедленно разведсообщество и сотрудники ФБР, и многие агенты других, и сотрудники других спецслужб, немедленно выразили протест. Они и раньше выступали против публикации этого документа. И главное, на что они указывают, на то, что этот меморандум нельзя рассматривать как такой момент истины, потому что по их утверждению и, опять же, по тому, что раньше заявлял Белый дом, документ перед публикацией был отредактирован. То есть оттуда была устранена определенная информация. И именно поэтому, опять же, для его трактовки, конечно же, нужно привлечь ведущих специалистов. И, в частности, с протестом выступил бывший директор ФБР Джеймс Коми, который был уволен в прошлом году президентом Трампом. Если есть возможность, давайте послушаем, что он сказал по этому поводу. Когда ФБР нарушает молчание, все должны это ценить. Я хотел бы увидеть, что это делают и наши лидеры. Но не отчаивайтесь. История Америки показывает, что хитрые лисы и лгуны, в конце концов, теряют свою силу, если хорошие люди не склоняют перед ними головы. Ну и в заключении хочу отметить, конечно же, какой самый противоречивый момент. Тот, что российское расследование, так называемое, ведет спецпрокурор Министерства юстиции Роберт Мюллер. Как мы все знаем, шефом, боссом Мюллера является Род Розенстайн, заместитель генерального прокурора США. Его боссом является Джефф Сэшнс, глава Министерства юстиции. А его боссом является Дональд Трамп. То есть получается некоторое такое заколдованное кольцо с совершенно различными связями и отношениями, в котором теперь действительно нужно разбираться и понять, был ли где-то конфликт интересов, были ли где-то подспудные связи, которые, может быть, где-то нарушали закон. И вот это все нужно, конечно же, теперь анализировать. Но, безусловно, что можно сказать? Главное то, что появление этого документа, публикация меморандума конгрессмена Нунеса, она обязательно скажется и на российском расследовании тоже, и как-то изменит его курс.